Всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала! В этом выпуске хочу вам показать закулисье нашего небольшого начинающего производства. Хочу поделиться с вами своим опытом, как я черенкую гортензии, метельчатые, крупнолистовые и другие декоративные культуры в нашем небольшом питомнике цветок.шоп. Сейчас вам покажу зону, где у меня стоят черенки, гортензии, там еще пузыреплодники. Здесь у меня за парником оборудована такая небольшая зона притяненная. Еще весной мы ее сделали. Видите, здесь висит сетка притеняющая, два слоя. По-моему, 75% была эта сетка, но вообще нужно больше. Слишком светло, сейчас солнце такое яркое, жарит сильно, и вот этого недостаточно. Мы будем натягивать еще один слой точно. Пока у меня здесь стоят хосты, опять же, потому что солнце, чтобы их не подвалило. Ну, а в будущем все. Вот это вот будет заставлено ящиками с черенками. Также у нас все застелено агротканью, чтобы не росли сорняки. И вот такая вот тоже плотность была в районе 100. Гортензии я начала черенковать вот в таких ящиках. Конечно, кто занимается этим профессионально, у них оборудованы теплицы, специальный полив. И все это выглядит намного приличнее. Ну, у меня пока опыт только такой. Мои черенки вот так вот стоят в ящиках, они там разных дней, везде подписана дата, видите, когда делался черенок. И также я их дополнительно вот такими кассетами прикрываю. Во-первых, чтобы не улетела вот эта пленка, потому что черенки, которые уже трехнедельные, двухнедельные, я начинаю открывать и проветривать. И чтобы пленка не улетела, я вот эту штучку ставлю, вот эти кассеты. И также бэджет для того, чтобы создать дополнительную тень, потому что, видите, вот солнышко светит. Все это очень ярко для них. Вот здесь вот убрало, уже ветер все скрутил. Так, что касается черенка. Давайте я вам покажу результат первой партии. Вот первую партию мы делали 4-го, но 6-го, и я уже их потихоньку начинаю приучать к открытому воздуху. Каждый день проветриваю, могу даже оставить пленочку открытой. И вот так вот у меня все это дело выглядит. Здесь у меня два сорта. Серия Пан. Сейчас посмотрим точно. Пансана и Панчета. Все подписано. Одна половинка кассеты один сорт, вторая половинка кассеты другого сорта. Черенки уже дали корни. Я уже проверяла. Их уже в принципе, ну, в течение недели нужно будет убирать и начинать пересаживать в П-9. Они уже даже у меня, видите, те, которые макушечные были, они уже собираются зацвести. И в целом в августе уже будут готовые, хорошие, полноценные саженцы. Что еще хочу вам сказать? Ну, из своего такого небольшого опыта я поняла, что разные сорта черенкуются по-разному. Какие-то прям хорошо, какие-то дают выпады. У меня там есть еще кассета, там прям совсем все печально. Все я делаю одинаково, смесь везде одинаковая, агробалт синий плюс перлит, корневин. Также я опрыскиваю, чтобы, ну, фунгицидом, чтобы черенки не гнили. Ну, как бы результат, он везде разный. Опять же, я думаю, что процент укоренения зависит еще и от самого черенка, от степени его древеснения, от его вида. Толстые лучше укореняются, тонкие хуже. И опять же, если черенок слишком такой уже близкий к деревянному, он как-то корни дает дольше. В общем, такие выводы пока сделала. Ну, дальше будем набираться опыта, будем смотреть. Здесь у меня, видите, кассеты некоторые пустые. Это я сразу плохие, которые такие подгнили, корни не дали. Я их сразу прям убираю, прохожу, вот видите, вот эти вот палочки, чтобы все было чистенько, и чтобы лишнего мусора не было. Также свой черенок, вот этот, от 4-го числа. Я уже подкармливала. Для подкормки я использовала удобрение, которое называется Nutrivant Plus Unicrop. Там ноль азота и фосфор и калий. Фотку вставлю, посмотрите. Вот эти удобрения, Nutrivant, пикацит, я специально купила для подкормки и черенка, и других растений, которые растут в нашем питомнике, чтобы прям максимально все качественное и такое самое лучшее для своих растений использовать. Также вам хочу показать, вот у меня тоже здесь один ящичек, 4-ое, 0-6-ое. Посмотрите, здесь я сделала несколько кассет. У меня там еще ящики есть. Сделала несколько кассет миксов. Это микс испанов. 5 разных сортов, по 2 штучки. И обратите внимание, здесь я выбирала прям вот черенки из серединки, чтобы они были все одинаковые. И если посмотреть, то они все дали корни, все прекрасно прижились. То есть это опять же в подтверждении моих слов о том, что черенок дает корень по-разному. С нижней части получше, с серединки получше, а с макушки как-то вот похуже. Но опять же, это у меня. Может быть у кого-то другой опыт. Я пока выводы сделала такие. Вот эти череночки тоже уже можно приучать к открытому воздуху. Я их также проветриваю. Вот конденсат вот так вот скидываю. Могу ненадолго открыть, но сейчас солнце открывать не буду. И ролик сниму. Все это вот такими штучками, такими кассетами. Все прикрою. Также у меня здесь лежит ящичек. Здесь уже шестого. Видите, вот так вот все это дело выглядит. Самарская лидия начеренкована. Но тут у меня, смотрите, какой бардак. Здесь у меня муравьи развели. Муравейник. Я как открыла, я просто была в шоке. Опрыскала все от муравьев. Ну, вроде бы пропали. И здесь тоже, видите, какой-то сорт самарской лидии. Прям отлично. Я уже пробовала доставать. Не достается, уже корешки есть. Ну, а где-то, конечно, есть выпады. Вот здесь вот, видите, прям ряд не укоренился. А вот этот ряд уже получше. Ну, в общем, такие дела. Будем пробовать, испытывать, набираться опытом. Ну, а вы делитесь своим опытом, как вы черенкуете. Еще, конечно, все лето впереди. Еще я толком не черенковала листовые гортензии. У меня там тоже есть разные виды, разные сорта. Ну, и метельчатую тоже еще буду черенковать, потому что сортов очень много. Конечно, вот это, это так. Мизер и минимум из того, что мы пока успели сделать. Ну, вот такие дела. Кстати, забыла вам сказать про ящики. Ящики мы используем такие большие, твердые, пластиковые. И для маленьких кассет обычные маленькие. Я их обматываю обычным встречем. Конечно, мне помогают обычным встречем. Обматываем по бокам и потом сверху. Несколько слоев. И уже потом, когда приходит время проветривать, все это аккуратненько вот так поднимается. Конечно, потом оно хуже прилипает. Нужно чем-то фиксировать. Но, тем не менее, все очень удобно. У кого производство еще небольшое, кто начинает, так же, как и я. В принципе, такой способ имеет место быть. Все прекрасно получается. Главное создать условия и следовать элементарным таким правилам, которые 150 раз уже все рассказали, показали. Главное ничего не менять и все просто повторять. И пользоваться опытом других, более опытных таких питомниководов. Ну, а я буду потихоньку заканчивать свой выпуск. Опять договорила всего. В общем, всем спасибо за внимание и до встречи.